Привет, бойцы! С тобой проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. И в этом видеообзоре я тебе покажу 20 лучших нокаутов ММА и К1 2018 года с разных турниров. Здесь не будет UFC и Беллатора. Приятного просмотра! Видеокурс техника удара в Muay Thai. Изучи технику ударов руками, ногами, локтями, коленями и отправляй всех в нокаут. Ссылка в описании под видео. Первый бой у нас и боец у нас Сид Корсас. Турнир называется Hex Fight Series и тут мы видим правый кросс через руку, которым в общем-то все и закончилось. Довольно-таки хороший удар, чисто боксерская техника, уклон влево. И правый кросс через левую руку навстречу. Очень часто в боксе этот удар приводит к нокауту. И здесь ММА оказалось не исключением, особенно в таких перчатках. Удар еще добавляется, дополнительная сила и становится еще более жестким. 19 место у нас Богдан Булецкий. И вот такой странный, непонятный и жесткий нокаут на турнире Dragon Fight Night. Боец хотел с прыжка, с разгона дать фронткик, но нарвался на правый прямой. Просто тупо. Не знаю, конечно, боец такого уровня. И здесь у нас пошли Jack Temple, обмен ударами. British Challenge турнир. И так все просто закончилось. Совсем непонятно и очень просто. Как бы обмен серией ударов. В раз, два, три ударил и правым прямым поймал. 17 место. Опять боец заряжается на правый боковой. Все время старается уйти уклончик. И здесь правый хайкик четко заходит. Вот он снова, правый хайкик. То есть под ручку сделал уклон. Пока боец разворачивался, потерялся чуть-чуть в пространстве. Его догнала правая нога. И вот уже Марку Вукицевич на XFO Fight Night. Боец у нас бросает двойки. Такие двойки, конечно, тяжеленные и не какущие, скажем так. Техника 0. Смотришь на них. Как таких бойцов допускают на профринг? Я вообще в шоке. Европа. У нас на любительских соревнованиях можно, блин, что не боец, то монстр. Одни зарубы. Все техничные, жесткие. Вы посмотрите на эти удары и на этот нокаут. Ну ладно, поехали дальше. Пятнадцатое место. Сверху оказался непонятно как. И вцепился ногами. Взял полный зацеп, как обезьяна сзади. Зацепился. Наверное, пытается сделать удушающий. Но молодец. Кевин Джусетт не растерялся. И через себя воткнул просто головой в ринг, в пол. На Этернал ММА 38. Вот такие есть даже турниры. Кстати, сейчас, да, очень много разнообразных турниров в Европе, особенно в Азии. Очень много по ММА турниров. И бойцы попадаются довольно низкого уровня, как по нашим меркам. Да, по их меркам, возможно, это хорошо. Но по нашим. У нас любительские турниры. По любому виду спорта. Любительский чемпионат. Это звериные зарубы. И вот такой жесткий левый боковой, которым закончила Светлана Гатюк свой бой. И нокаутировала японку или китаянку. Непонятно. Умуткан японка. И это 14 место. Опять-таки вернусь к своим философским рассуждениям. У нас в любительском спорте первая тройка бойцов по любому виду спорта. Это готовые профбойцы, которые в мире покажут серьезнейший уровень. И здесь у нас в октагоне, но работают в боксерских перчатках. Видать, правила K1. Eternal MMA называется турнир. Но мы знаем, что очень часто проводятся... Организаторы проводят смешанные турниры. То есть проводят бои по ММА и по К1 параллельно чередуя. И нокаут у нас получился очень даже красивый. Очень даже хороший правым хайкиком. Оба мощных жестких бойца. Итак, 12 место. Это уже K1. Ах, дал так сбоку не попал. Еще раз правый сбоку не попал. В это время он получает левый лоу-кик. Еще раз левый лоу-кик. И пошел обмен такой махач ударами. Непонятный абсолютно. У-у-у. И левый прямой прямо в бороду. Это глубокий-глубокий нокаут. Очень глубокий. Отлежался хорошо. Да, вот он снова. Левый такой полупрямой, полубоковой. Но четко попал в челюсть. Очень четко. Раз, такой как бы удар на отмашь. Рука дальше полетела, упала. Но четко попал. И вот у нас уже легковесы работают на S5. Ух, жестко. Спаймал. Это называется спаймал. Кто не понял, сейчас увидите на повторе, как спаймал. Спаймал очень четко левым хай-киком. С разножки. Четкая тайская техника. Дал классно. Короткая разножка. И когда противник старается пробить левый прямой или правый прямой, хай-киком навстречу ловятся тайцы. Это очень хорошо работают. И в ММА, соответственно, все мы знаем, я думаю, вы тоже, что ударная техника в ММА это тайский бокс и классический бокс. Ну и здесь у нас работа на добивачках. Монтел Джексон. Десятое место. Сверху пообрабатывал локтем. Уронил, а дальше уже рукой добил. И снова левый хай-кик хорошо прошел, но вскользь. Работа с дистанцией. Прямыми стараются друг друга споймать. И повторный левый хай-кик уже настиг свою цель. И мы имеем девятое место от Эдварда Уолса. Турнир Кейдж. Очень хорошо отработал. Первый хай-кик вскользь пошел по макушке. Но этого хватило, чтобы слегка потрясти немножко. И второй уже залетел чисто. В ухо классно лег. Нога хорошо лягла. Если видите, аж туда на затылок ушла. Стопа. И удар получился чисто берцовой костью. Это очень жесткий, болючий удар. Следующий турнир WFCA. Хорошие бородатые дядьки. Жесткие работают. И положил. Один второго. Два таких кавказца, видать, жестких. Мурат Абдулаев сделал этот нокаут. И заслуженно переместился на восьмое место. Очень глубокий нокаут. Сразу откачивают бойца. Приводят чувства. Удар сверху топором. Не прошел. Но тут сразу молодец сориентировался. Левый сбоку. Очень это называется бойцовский IQ. Хорошо сработал. Не стал рубить все подряд. А четко слева за рукой пробил. Ох, ох, ох. Вот это здорово. Правый прямой с уклона. Также это уже такая боксерская техника хорошая. С уклончика зайти с левым в живот. И с правым на подъеме через ручку достать до головы. Раз левый бросил. С головой вперед побежал. И правым достал. Такую через руку. Полубоковым опять-таки полупрямым. Видите, боец хотел споймать. Эдер Десоуза хотел апперкотом споймать. Но не достал. Левым боковым хотел достать. Опять-таки не достал. И рука упала. Вот опять мы видим эту попытку. Повторную с прошлым боем похожую. Ох, ох, ох. Но тут правым хайкиком забыл про защиту. Забыл. Ручки опустил. Вот это ошибка. Это ошибка боксеров, могу сказать, смело. И могу сказать, что это ошибка опять-таки борцов больше. Бойцов ММА, которые идут с борьбы. Они не умеют работать против ног. Поэтому хорошая техника тайского бокса. Она иногда, иногда очень-очень бросается в глаза и помогает добиваться таких нокаутов. И тут у нас Луис Эривес опять-таки правым кроссом достал. Чуть прямо, чуть сбоку, навстречу. Правым на правый пошел и споймал. О, бэкфист. Хорошо. С бэкфистом на четвертом месте у нас. Звангил Хлонгва. Может, неправильно, конечно, прочитал. Но как получилось. Хорошо. Дал двоечку. И сразу, разворачиваясь, пробил бэкфист. И третье место. Тройка лучших у нас. Пошел обмен ног и нокаут. Непонятно, как так произошло. Сейчас будем в повторе разбираться. Как Луис Блэйр смог это сделать. Сначала непонятные были удары. А потом обоюдный миддл кик. И попал в голову. Миддл на миддл. Только первый не достал, а второй попал. И правый кросс у нас снова. Как видите, это самый опасный и нокаутирующий удар. Сильной дальней рукой, скажем так. Правый кросс. Получается через левую руку. Или правый на правую с уклоном. И всегда его бьют с уклоном навстречу. Обязательно надо будет сделать вам видео урок на эту тему. По-моему я его делал, но обновим. Настолько это все сильно и красиво. Правый кросс через левую руку. Когда бьют левый прямой, под это движение ловят. И правой рукой через руку просто получается всегда жестко, неожиданно и нокаутирующий. Итак, у нас первое место. Беслан Ушаков работает. Ох, раскруточка. Вертушка. Удар ногой с разворота, как хотите, называйте. Но это нокаут. Четко споймал дистанцию и пяткой попал. Классно режущий удар. Нога пронеслась, пролетела дальше. Четко попал в нос. Край черепа, скажем так. Хорошо голову сотрясил. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, жми колокольчик, забирай видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице в конце и под видео. Настойчивости в тренировках. Продолжение следует...